Крымская земля, пропитанная кровью героев, страданиями жертв немецко-фашистских захватчиков, до сих пор хранит в себе останки бойцов Красной Армии. Героически сражались и отдали свои жизни в боях за освобождение Крыма представители разных народов. Останки двух уроженцев Армении были найдены в мае крымскими поисковиками. Сегодня с ними простились на главной площади Симферополя. После останки вернутся на родину героев. Царство им небесное, вечная память всем бойцам погибшим за освобождение нашего Крыма. Эта работа будет продолжена, и все останки воинов, погибших во время Великой Отечественной войны и ранее. То есть все, которые будут опознаны, будут с такими же воинскими почестями захоронены. Погибший боец Красной Армии, а все бабумян уроженец села Котино и Имбирянского района. Эрват Артюнов выходец Республики Арцах. Он был участником боев за Акманайский перешеек на востоке Крыма. Погибли на территории Республики Крым. Один из них погиб в 1941 году на Красно-Перекопском районе. Второй погиб в 1942 году вблизи Феодосии гора Кохна. На протяжении 78 лет родственники героев считали их пропавшими без вести. Найти близких погибших получилось меньше, чем за месяц. Установить личности солдат удалось благодаря проведению специальной экспертизы. При них были обнаружены капсулы. Эти капсулы эбонитовые. Выдавались солдатам, которые назывались медаленой смерти. Тогда при Великой Отечественной войне и благодаря этим капсулам их идентифицировали. Траурная церемония пройдет и в Армении. После останки бойцов будут отправлены на их родину. Перезахоронят героев, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за освобождение Крыма 19 и 20 декабря. Со слезами на глазах и гвоздиками отдать дань памяти солдатам собрались жители крымской столицы. Наша молодежь помнила. Никто не забыт и ничто не забыт. Они ушли. Их с нами нет. В самый рассвет для них те молодые годы. Но подвиг их в душе у нас остался на века у нашего народа. Отметим, за освобождение Крыма воевало свыше 100 тысяч армян. Более 50 тысяч из них погибли. В боях за освобождение Керчи и Севастополя активно участвовала армянская 89-я Таманская стрелковая дивизия. Ежегодно 9 мая оставшихся живых 9 участников дивизии приглашают в Крым, чтобы вспомнить великую победу и подвиги бессмертных героев.